Казахстан Счастливый Весь перепачканный мазутом прибегал он домой. Мария Антоновна, мать Леонида, только всплескивала руками. «Где же так измазался, горюшка ты мое?» «Да не бронитесь, маму, я дядьке Петру трактор помогал чинить», – оправдывался Леня. «Он уже трактор чинит», – голос матери звучал строго, но Леонид замечал, что в уголках ее губ таится улыбка. «Вот наказание! Да иди умойся!» Школа тогда находилась в селе Урицком, и родители первое время опасались, что сыну скоро надоест совершать многокилометровые прогулки. Но они ошиблись. Леонид настойчиво учился. С особым увлечением он занимался физикой и математикой. Вот примерно на этом месте находился дом, в котором прошло детство и юношеские годы нашего героя. Вот в этом живописном месте нашего села когда-то располагалась Новопокровская школа, в которой обучался Леонид Игнатьевич Беда. О том, что когда-то здесь была школа, сейчас совершенно ничего не напоминает, кроме остатков деревьев, плодовых деревьев, которые расположены внутри этого лесочка. Здесь очень красиво поют птицы, очень много зелени, но, к сожалению, ничего больше не сохранилось. Окончена семилетка. Куда дальше? Хотелось поближе к технике, в машиностроительный институт, но не было среднего образования. Его близкий друг и учитель начальной школы Удовиченко посоветовал. Пошли документы в Уральск на подготовительное отделение учительского института. Закончишь его и сможешь тогда поступить в машиностроительный. Так и сделал Леня Беда. А экзамены в машиностроительный сдавать не пришлось. Отец и мать уговорили поступать в учительский институт. После занятий студенты направлялись за город в аэроклуб. Они изучали устройство парашюта, его укладку, правила прыжков с самолета, прыгали с парашютной вышки. Настал день 1 июля 1939 года, который на всю жизнь запомнился Леониду. Раннее тихое утро. Инструктор дает последние наставления, и кружковцы садятся в самолет. Короткий разбег, и он в воздухе. Леонид жадно потянулся к иллюминатору, чтобы впервые увидеть землю с высоты птичьего полета, но ничего от волнения не рассмотрел. Набрав заданную высоту, летчик подал команду «Приготовиться к прыжку». Леонид остановился у люка, ослепленный ярким солнцем. «Пошел!» – услышал он команду. Леонид еще раз поправил рямки парашюта и шагнул в бездну. Провалился, выдернул кольцо и вдруг почувствовал большой силы рывок. Понял, что открылся парашют. Как учили, осмотрел купол. Цел ли он? Стало легко и приятно. Антонина Матвеевна Бугрик – основатель школьного музея в Новопокровской средней школе. В 1975 году Антонина Матвеевна посодействовала встрече комсомольцев-активистов Новопокровской школы с Черныш Петром Максимовичем, другом Леонида Беды, выпускником Новопокровской средней школы. Петр Максимович встретил ребят в Кустанае и помог им получить материалы и фото о Леониде Игнатьевиче. Все это до сих пор хранится в школьном музее. Со слов Антонины Матвеевны Бугрик, Новопокровская школа была очень богата материалом о Леониде Беде. Вот ее слова. «Было много фундамента, только надо работать и продолжать это великое наследие». В то время новопокровские ребята вместе с учителем ездили в Минск на встречу с женой Леонида Беды. При встрече она рассказала ребятам, что после смерти Леонида Игнатьевича к ней приезжали представители Минского музея и Музея Вооруженных сил Москвы с просьбой о передаче каких-либо вещей Леонида Беды. Но легендарную шинель героя она отдала на его малую родину, которая до сих пор находится в музее Новопокровской средней школы. Леонида Беды. Леонида Беды. Леонида Беды. Леонида Беды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне посчастливилось в студенческие годы жить у родителей Леонида Игнатьевича Ну, я бы отметила, что люди, они очень хорошие С ними было легко Приезжал к ним единственный раз за то время, когда я в них жила И тоже вел себя очень хорошо, культурный человек, много знающий, особенно в летном деле Вот, отца звали Игнать Яковлевич Вот, бабушку Мария Антоновна Вот, жили они в своем доме, но тогда в городе мало было государственных В своем старики добрые, отзывчивые И так прошли мои там студенческие годы Позже я несколько раз встречалась с дедушкой Игнатом Яковлевичем Игнатом Яковлевичем Вот Но он уже был очень старенький Вот, нужна была ему помощь И потом связь у меня с ними прервалась Игнатом Яковлевичем 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 и Отечественной войны с августа 1942 года. Помощник командира по воздушно-стрелковой службе 505-го штурмового авиационного полка, штурман и командир авиаэскадрильи, дважды Герой Советского Союза, сражался на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Донбасса, Южной Украины, Крыма, Белоруссии и Литвы, в восточно-прусской операции и штурме Кёнигсберга. Всего за время войны совершил 214 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. За мужество и героизм, проявленные в боях, указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года, гвардии старшему лейтенанту Беде было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». За последующие 105 боевых вылетов, указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года, гвардии майор Леонид Беда награжден второй медалью «Золотая звезда». Также награжден Орденами Ленина четырежды Красного Знамени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова